Город 112 в эфире программа для тех, кого интересуют свежие происшествия и криминальные события. Обо всем этом в ближайшие 10 минут расскажу я, Виктория Гирус. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Далеко не уехали. Рядом с Краснодарским вокзалом задержали уличных грабителей. Азартные игры до суда доведут. За организацию игрового клуба осудят 25-летнюю Краснодарку. И почему в аэропорту Краснодара уничтожили цветы? В Краснодаре по горячим следам задержаны двое уличных грабителей. К полицейскому патрулю на улице Ленина обратился молодой человек. Он рассказал, что двое неизвестных парней ограбили его. Выхватили из рук сумку, в которой были документы и 12 тысяч рублей. По описанию потерпевшего была составлена ориентировка, а через 15 минут подозреваемых обнаружили рядом с железнодорожным вокзалом. Они сознались в преступлении. Сообщили также, что были нетрезвы. Но объяснить, куда дели деньги, не смогли. При них во время задержания были найдены только документы потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование дела группы наркоторговцев завершено. По данным полицейских следователей, 26-летний краснодарец организовал продажу синтетического наркотика через интернет. Приобретал товар он тоже через глобальную сеть, а затем перепродавал. В долю привлек свою подругу, 28-летнюю Краснодарку и знакомого из Новороссийска. Адреса закладок подельники сообщали покупателям после получения предоплаты. Задержали распространителей и сотрудники регионального наркоконтроля. Во время обыска они изъяли у обвиняемых планшет с адресами закладок. В Краснодаре и в Новороссийске было найдено 15 тайников. Наркотических средств было изъято около полукилограмма. Материалы дела переданы в суд. Обвиняют наркоторговцев в незаконном хранении и сбытии наркотических средств с использованием сети интернета. Группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание, которое им грозит – лишение свободы на срок до 15 лет. Азартные игры до суда доведут. Краснодарка предстанет перед судом за организацию игрового клуба. Следователи Прикубанского округа завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней предпринимательницы. В ноябре прошлого года местная жительница организовала игровой клуб, для чего и арендовала нежилое помещение на улице Российской и купила 20 игровых терминалов. Азартные игры проводила с помощью сети интернет. Работал подпольный клуб недолго – всего пару недель. В конце ноября правоохранители закрыли его. Дело передано в суд, сообщает региональный следственный комитет. В аэропорту Краснодара жгли цветы. Россельхознадзор уничтожил партию растений, зараженную цветочным трипсом. Сотрудники ведомства обнаружили вредителя при проверке партии, которую готовили к отправке в Нижневартовск. Западный калифорнийский трипс вредит и декоративным растениям, и овощным культурам. Личинки и взрослые особи питаются клеточным соком, что не дает растению нормально развиваться. Кроме того, опасна насекомая тем, что может быть переносчиком вирусов. Чтобы не допустить распространения опасного карантинного объекта, специалисты Россельхознадзора уничтожили зараженные цветы. В центре Краснодара из-за невнимательной копейки пострадали еще три автомобиля. Авария произошла на перекрестке улиц Янковского и Пашковской. Предполагаемый виновник ДТП не уступил дорогу водителю «семерки». От удара автомобиль понесло, как шар в бильярде. Он зацепил сначала одну припаркованную на марку, потом перевернулся и задел другую. Водитель получил рану головы, а рулевой копейки пояснил, что не увидел знак уступи дорогу из-за веток дерева, растущего на перекрестке. И продолжим выпуск обзором аварии, которые попали в поле зрения камер уличного наблюдения единой диспетчерской службы. И начнем с аварии, которая для краснодарских дорог типичная, но еще раз подсказывает, что на мигающем сигнале светофора, наверное, лучше будет остановиться, а не пытаться проскочить. На кадрах перекресток красных партизан и Герцена все машины останавливаются, и только одна стремительно несется вперед. По другой улице уже начинают движение другие участники движения. Семерка пытается уйти от столкновения, но безуспешно. От удара ее откидывает и разворачивает. На место аварии прибыла пожарная и скорая. Пострадавшему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Тройное столкновение на Северном мосту. Классическая ситуация. Один водитель не успевает остановиться, въезжает в стоящий перед ним автомобиль, а то, в свою очередь, догоняет еще одну машину. Еще похожая ситуация. Остановился один, второй успевает нажать на тормоз, но вот третий оказывается не столь быстрым. Резко тормозит и толкает джип, который в итоге врезается в стоящий перед ним автомобиль. А в следующей ситуации водитель чуть-чуть промахнулся. Судя по видео, он собирался объехать останавливающуюся машину или перестроиться в другой ряд, но не поместился и зацепил того, кто перед ним. Дальше кольцо красных партизан и Лукьяненко. Грузовичок останавливается, но потом водитель, видимо, решает немного сократить дистанцию, но стартует слишком резво и догоняет стоящую легковушку. И напоследок. Не стоит торопиться на повороте, особенно ночью. Пересечение северная и вторая линия. Водитель легковушки, совершая маневр лоб в лоб, въехал в стоящую на встречке машину. Никто не пострадал. Это все, о чем успели рассказать к этому часу. Я прощаюсь с вами и передаю слово коллегам из информационной службы. Через несколько минут смотрите программу «Город сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова